Главным событием, которое произошло на этой неделе, является, конечно же, долгожданная победа Ripple, поскольку судья признал, что монета XRP не является ценной бумагой. Эта новость стала настоящим праздником и офис Ripple уже четвертый день подряд отмечает свою победу вместе с инвесторами, которые покупали XRP ниже 40 центов. Но этот праздник может очень скоро закончиться, поскольку многие авторитетные юристы утверждают, что судья допустил ошибку и оснований для полного закрытия этого дела нет. На данный момент компании Ripple грозит штраф в размере 1 миллиарда долларов из-за продажи XRP институциональным инвесторам. А также сам глава Ripple говорит, что они уже готовятся к апелляции отсек. Это нам дает понять, что суд еще не закончился и все самое интересное еще впереди. На этом фоне XRP прилично откатился вниз и надежды инвесторов, которые скупали Ripple и ждали окончания суда, были просто неоправданы. Поэтому в сегодняшнем видео мы подробно разберем, что же на самом деле ждет XRP в будущем. А также затронем последние новости, такие как одобрение Bitcoin ETF, шестую годовщину Binance и прогноз на движение крипты в ближайшее время. Поэтому смотрите видео до конца, а перед просмотром обязательно поставьте лайк. Поскольку сейчас доминирование биткоина активно падает ниже 50%, это сигнализирует о начале нового альтсезона. А как только мы наберем 800 лайков, мы выпустим топ монет, на которых вы сможете заработать во время этого сезона. За лайки заранее вам огромное спасибо. Всем желаю приятного просмотра. Давайте начинать. Всем привет друзья, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Как я сказал ранее, в ближайшее время нас ожидает новый альтсезон. И если вы заранее желаете узнать, пожалуй, о самой потенциальной монете, которая по прогнозам аналитиков уже скоро покажет 30% роста, переходите в наш телеграм-канал, где вас также ожидают самые эксклюзивные новости и актуальные события, которые мы публикуем ежедневно. Нас уже 10 тысяч, и мы благодарны каждому, кто подписывается и следит за нашим контентом, который мы постоянно улучшаем. Поэтому те, кто не подписались, подписывайтесь и узнайте название этой секретной монеты. Ну а сегодняшнее видео я бы хотел начать непосредственно с разбора победы Ripple, поскольку даже несмотря на то, что это событие запампило XRP на 100%, цена таки не смогла дойти даже до 1 доллара и уже скорректировалась на 20% за пару дней. Хотя вспомните, какие надежды были у инвесторов, которые ждали победу Ripple и сумасшедший рост до 3 долларов. Но увы, 3 доллара мы близко не увидели, и многие, кто скупал XRP выше 1 доллара, по-прежнему остаются в минусе. Вот поэтому нам и стоит уделить особое внимание этому судебному решению, чтобы понимать, какое будущее ждет XRP. Если отталкиваться от официального решения окружного судья США Анализы Торрес, которое было сделано в четверг, продажа XRP на биржах или других сторонних платформах не является инвестиционным контрактом, поскольку розничные инвесторы, покупая XRP, не понимали, кому идут деньги за покупку токенов и не подозревали, что XRP может быть незарегистрированной акцией компании Ripple, что является безусловной победой. Но в то же время суд постановил, что Ripple нарушила федеральный закон, когда продавала XRP на сумму около 730 миллионов долларов институциональным инвесторам, которые по утверждениям SEC знали, что токены являются акциями Ripple. Вот поэтому такое двустороннее решение не закрывает это дело полностью, ведь теперь нужно будет решить вопрос с продажей тех XRP на сумму 730 миллионов долларов, за что Ripple могут оштрафовать на эту сумму или предпринять другие меры за такое нарушение. Своим мнением по поводу судебного решения поделился авторитетный юрист Брайан Жакута, который участвовал во многих судебных процессах, связанных с криптовалютой, а также SEC, и сообщил, что эта победа может быть недолгой. Он подробно изучил документы и сказал, «Я посмотрел решение окружного суда по XRP, и оно держится на очень шатком основании. Ожидайте апелляции». Он учитывал тот факт, что Ripple продавала XRP институциональным инвесторам, и теперь будет вынуждена вернуть практически миллиард долларов, плюс штраф и пеня. О продаже через криптобиржи, которые, по мнению судей, не могут назвать XRP акцией из-за теста Хоуи, юрист прокомментировал так. «Аргументация суда слаба. Суть неправильно полагался на тот факт, что покупатели не знали, поступал ли XRP от Ripple, но это не имеет значения при тесте Хоуи. Важно только то, ожидали ли они прибыли, основанное на усилиях Ripple. Это может быть недолгой победой. Я думаю, что судья неправильно понял закон». Понятно, что все, кто покупали Хриплова, планировали на этом только заработать. Мало кого интересовали их разработки и технологии. Большинство инвесторов просто хотели забрать несколько иксов, особенно после победы в суде, и отправиться в шикарный отпуск. Вот поэтому у SEC есть все основания для продолжения этого дела и подачи апелляции, что опять ставит под сомнение будущее XRP. Из-за такого неоднозначного решения судьи, которое можно рассматривать как в пользу SEC, так и Ripple, XRP не оправдал надежды инвесторов и не улетел выше доллара. Если раньше все покупали XRP только в надежде на победу в суде, то сейчас инвесторам придется искать новые причины, которые будут подпитывать рост этой монеты. Но факт остается фактом. Суд еще не закончился, и в ближайшее время мы точно увидим апелляцию от SEC. И это говорю вам не я или юристы, а сам глава Ripple в недавнем интервью Bloomberg. Но все же победа Ripple кардинально изменила настроение на рынке, поскольку крипта получила некую свободу, и теперь доказать, что другие монеты также являются акциями, SEC будет очень сложно. Вот поэтому крипта начала активно расти. И на таком движении рынка можно очень хорошо зарабатывать, если заранее получать качественную аналитику благодаря нашей подписке Coin22Pro. На этой неделе участники Pro заработали от 25% на монете Polkadot и от 40% прибыли на пампе XRP, потому что в каждой сделке был указан уровень для открытия позиций и уровень для фиксации прибыли. За счет такого простого формата работы зарабатывать могут даже новички, ведь перед началом торговли вы получите пошаговое обучение и сопровождение 24 на 7. Если вы ждали подходящее время, чтобы начать зарабатывать на крипте, оно уже наступило. Сейчас рынок нереально активный и получать прибыль на трейдинге можно ежедневно, поэтому не упускай такую возможность, а переходи по ссылке в описании, присоединяйся к подписке Pro и уже сегодня получи свою первую прибыль. Второй не менее важной новостью, которая произошла на этой неделе, является то, что SEC приняла в работу заявки на запуск Биткоин Тиев. В пятницу SEC приняла к рассмотрению заявки от BlackRock, One Egg, Invesco, Fidelity Investment и Wisdom 3. Правда, это не значит, что она их 100% одобрит. Тем не менее, первое решение SEC мы должны услышать уже через 21 день. И учитывая, что этих заявок много, возможно, одна из них получит одобрение. Но поверьте, для успеха будет достаточно одной заявки, поскольку остальные компании просто исправят все моменты, которые не устраивают SEC и подадут их повторно. Принятие ETF откроет двери для биткоина на мировые финансовые рынки, поскольку крупные инвесторы смогут покупать акции, которые будут обеспечены биткоином. И пока SEC только озвучит свое решение в августе, Европа запустит первый спотовый биткоин ETF в этом месяце. А в то же время на австралийской бирже инвесторы уже могут спокойно покупать биткоин через специальный ETF, что кардинально отличает его от других фьючерсных контрактов. Всего лишь три года назад даже сложно было представить, что биткоин будет стоять наравне с традиционными финансами. Но время идет, а интерес к крипте только растет. О чем, кстати, заявил глава BlackRock. В недавнем интервью Ларри Финг поддержал криптовалюту, поскольку она упрощает процесс инвестирования для простых людей по всему миру, указав на растущий интерес клиентов компании к цифровым активам. И он сказал, «Все больше и больше наших глобальных клиентов спрашивают нас о криптовалюте». По мнению Финка, криптовалюта имеет отличную ценность по сравнению с другими классами активов, что помогает диверсифицировать портфели инвесторов. Вот поэтому из-за такого интереса к крипте BlackRock и решили запустить ETF. Осталось только дождаться его принятия отсек, и на этом фоне биткоин вырастет еще больше. Но, кстати, биткоин был один из немногих, кто вырос меньше всего после пампа XRP на 100%. И когда он отметил новый максимум 2023 года, он очень быстро упал на 2000 долларов и скорректировался ниже 30 тысяч. А также доминация биткоина постепенно начинает падать ниже 50%, поскольку инвесторы отправили миллиарды долларов в рынок альткоинов. Но когда доминация биткоина падает, а его цена стоит на месте, это может сигнализировать о начале альтсезона, когда альты растут как на дрожжах. Такое происходило ранее, и множество токенов показывали очень хорошие проценты прибыли. В принципе, если цена биткоина продолжит торговаться выше 30 тысяч, и в то же время его доминация будет постепенно снижаться еще больше, это действительно может стать началом нового альткоин сезона. Но также есть и множество других факторов, которые на это повлияют. Поэтому напоминаю, набираем 800 лайков, и подробное видео про рынок альткоинов мы сразу же публикуем на канал. А пока офис Ripple продолжает праздновать свою победу и ожидает апелляции отсек, свою шестую годовщину отмечает биржа Binance. 14 июля самой известной криптобирже мира исполнилось 6 лет. За это время она пережила многое, но даже судебные иски отсек в прошлом месяце не смогли сломать эту биржу, а она только развивается и масштабируется. Сизи уже поздравил всех пользователей и поделился некоторыми планами на будущее. Самое главное, над чем будет работать Binance, а точнее добиваться от финансовых регуляторов по всему миру, это четкие правила для контроля рынка криптовалюты, чтобы не было таких проблем как Сек, а также понятно, что биржа будет улучшать сервис, листить на платформу новые монеты и в целом развивать индустрию криптовалюты, особенно в тех странах, в которых не особо развита крипта. Так что будем следить за возможными новыми анонсами от Binance. Если сделать небольшой анализ рынка, то сейчас крипта начинает корректироваться и консолидироваться после активного роста. На самом деле это было ожидаемо, но как я сказал ранее, все рассчитывали на более сильный рост, если брать в учет тот же XRP. Наверняка такое движение продолжится в ближайшее время. И следующей новостью, которая потенциально может запампить рынки, является одобрение ETF. Но все же нужно понимать, что 100% одобрение через 21 день мы вряд ли получим. Ведь Генслер, наверное, принципиально отклонит эти заявки, из-за поражения в деле Ripple. Но это, конечно же, шутка, и официальное решение мы узнаем уже очень скоро. А чтобы вы его не пропустили, обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал. А на сегодня это были все самые важные новости рынка. Мы уже начинаем подготавливать для вас новые видео, так что не забывайте ставить лайк и жать на колокольчик. С вами я прощаюсь ненадолго, увидимся уже в следующем ролике. Желаю вам удачи, до скорых встреч.